Инсталайв с Высшей школой иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета. В ходе сегодняшнего эфира Вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документах, вступительных испытаниях и особенностях учебного процесса. На все интересующие вопросы ответят старший преподаватель кафедры теории и практики перевода Шигапова Фарида Финсуровна, декан Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна, а также заместитель декана Высшей школы иностранных языков и перевода Морозова Татьяна Вячеславовна. Что ж, здравствуйте и давайте, пожалуйста, начинать. И первый вопрос, расскажите о Вашей Высшей школе и какие направления в ней реализуются. Добрый день, уважаемые абитуриенты, добрый день, уважаемые слушатели. Мы рады приветствовать Вас от лица многочисленного профессорско-преподавательского состава Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета. Наша Высшая школа – это, пожалуй, самое крупное подразделение, которое обеспечивает языковую подготовку для студентов не только Казанского федерального университета, но мы по праву являемся одним из самых крупных подразделений в Приволжском федеральном округе. В составе нашей Высшей школы иностранных языков и перевода работает более 170 преподавателей, которые обеспечивают языковую подготовку не только по одному нашему единственному, любимому направлению лингвистика, но а также обеспечивают языковую подготовку по английскому, французскому и немецкому языкам для студентов неязыковых направлений нашего университета. Поэтому, если нас смотрят те абитуриенты, которые предполагают, что они будут поступать, например, на другие направления подготовки, не на лингвистику, а главный разговор сегодня будет именно про направление лингвистика, то мы смеем вас заверить, что в любом случае мы встретимся с вами на полях дисциплины иностранный язык, потому что иностранный язык ведут преподаватели нашей Высшей школы, в составе которой работают уважаемые и известные ученые-теоретики, ученые-практики, практикующие-переводчики, словом, многие из которых и сами являются выпускниками Казанского университета. Теперь я хочу рассказать о нашем направлении лингвистика. Надо сказать, что 45.03.02 – это тот шифр, который запомнят на долгие годы все наши выпускники, но и сейчас будут знать наши абитуриенты. Мы реализуем одно направление лингвистика, которое представлено у нас и в форме бакалавриата, и в форме магистратуры, а также наши выпускники имеют возможность поступить и продолжить свое высшее образование на третьей ступени образования в аспирантуре, а затем и в докторантуре. Но сегодня главным образом наш рассказ идет о бакалавриате. Наш бакалавриат, бакалаврская программа по направлению лингвистика реализуется в двух формах, и в этом году точно так же. Это очная форма обучения с четырехлетним сроком обучения, и пятилетняя программа, тоже бакалаврская, по очно-заочной форме. Что это такое, я расскажу по порядку. Какие языковые комбинации ждут наших абитуриентов в наборе 20-20. Итак, очная форма обучения четыре года, но и сначала я, конечно, должна обязательно сказать, что все наши студенты изучают три иностранных языка. Причем я должна озвучить нашу эту языковую политику, которую мы проводим уже несколько лет. Мы предлагаем нашим абитуриентам комбинацию из двух европейских и одного восточного языка. То есть, если абитуриент поступает на комбинацию, допустим, английский-французский, то в качестве третьего иностранного языка, подгруппа, в которой он обучается, на третьем году обучения будет изучать один из предложенных восточных языков. Если в качестве первого и второго иностранного языка наши студенты выбирают комбинацию, допустим, английский-арабский, то в качестве третьего иностранного языка им будет предложен европейский язык. Таким образом, по окончании 4 лет обучения и 5-летнего срока обучения на очно-заочной форме, наши студенты выходят со знанием двух европейских и одного восточного языка. Согласитесь, это шикарные варианты, шикарные комбинации. Кстати, о языковых комбинациях. Какие они будут в 2020 году? Но сначала я должна сказать, что направление лингвистика имеет два профиля подготовки. Очень часто к нам поступают звонки от наших бакалавров, от наших абитуриентов, будущих бакалавров. Я не зря оговорилась, видимо, я уже вас записала в число ваших студентов, которые говорят факультет лингвистики, факультет перевода. Так я хочу сказать, что это институт международных отношений, направление лингвистика и два профиля подготовки. Перевод и переводоведение. И второй профиль теории методика преподавания иностранных языков и культур. Какие профили, какие языки, ну, по-другому можно назвать языковые профили, мы предлагаем в 2020 году на очной форме обучения. Итак, для профиля теории методика преподавания иностранных языков и культур мы предлагаем комбинации английский-немецкий, английский-французский, английский-испанский, английский-арабский, английский-турецкий. Что касается профиля перевода и переводоведения, комбинации языковые такие, английский-немецкий, английский-французский, английский-португальский, английский-китайский, английский-арабский, английский-турецкий и испанский-английский, французский-английский, немецкий-английский. Я сделала паузу, я сделала акцент на последние три перечисленных языковые комбинации. Для кого это? Обычно мы говорим нашим абитуриентам. Вы 11 лет изучали английский язык в школе. Не хотите ли вы попробовать свои силы и окунуться с головой буквально в новый для вас язык? Да, вы его не изучали. Не надо этого бояться. Мы вам предлагаем этот язык с нуля. Поэтому французский, немецкий, испанский у вас будет в качестве основного первого языка. И количество часов, выделяемых на этот язык, на первый, конечно же, больше, чем на второй язык. Поэтому за четыре года те наши студенты, а мы это делаем уже несколько лет, те студенты, которые выбирают испанский, французский, немецкий в качестве основного языка, просто прыгают, я считаю, на очень хороший, высокий уровень знания этого первого иностранного языка и изучают его до такого уровня, что это позволяет им выступать в качестве претендента на грантовые программы, на языковые зарубежные стажировки и так далее. Они едут в страну изучаемого языка. Я всегда рада привести пример буквально свежий, что называется, с примера 19-20 учебного года. Две наши студентки, которые также, как и вы, уважаемые абитуриенты, четыре года тому назад, поступая на наше направление, выбрав комбинацию французский и английский, они пришли к нам с нуля с французским языком, и за два с половиной года они настолько освоили французский язык, что это не помешало им участвовать в очень редкой программе для обучения в Париже с французским языком, разумеется, Париж-Три-Новой-Сарбонне. И они в течение второго семестра этого прошедшего учебного года находились в Сарбонне и изучали французский язык. Это большое достижение, я считаю, и это очень показательно. Точно такие же на стажировке есть и для студентов, изучающих испанский язык, и немецкий язык в качестве основного. Вся информация о предлагаемых Казанским федеральным университетом, зарубежных стажировках, грантовых программах, все это будет размещено на сайте Департамента внешних связей, где будет осенью, как правило, предоставлен общий список возможных вот этих грантовых программ и так далее. Наши студенты достаточно часто выезжают, и осень, как правило, очень такое плодовитое время, когда мы оформляем пакеты документов вместе с ними, пишем рекомендательные письма, и они представляют свою портфолио. Вот об этом, конечно, мы будем говорить с вами, когда вы поступите на первый курс, и будем вас просто направлять вот в этом русле, чтобы вы не теряли время и за первые два года очень хорошо подготовили и составили свой портфель, потому что именно он, состоящий из ваших публикаций, участия в конференциях различного уровня, и студенческих, и взрослых конференциях различного формата, могли уже говорить о том, что да, вы достойный претендент на языковую стажировку и на грантовую программу. Если мы говорим о языковых комбинациях, очно-заочной формы обучения, то они такие на 20-й год. Английский-немецкий, английский-французский, английский-арабский, английский-турецкий. То есть английский язык здесь будет везде основным языком. Я все-таки должна, наверное, поконкретнее рассказать о профилях подготовки, но перевод и переводы видений с этим все понятно. Мы готовим переводчиков, практикующих переводчиков, которые будут иметь возможность работать в самых различных структурах, государственных структурах, переводческих компаниях, бюро, туристических агентствах, фирмах, в органы государственной власти. К нам постоянно приходят какие-то запросы, когда просят направить на работу наших лучших выпускников, и мы это делаем, и мы этому очень рады. Если говорить о профиле теории-методика преподавания иностранных языков и культур, то это своего рода альтернатива направлению педагогическое образование. Ну, на педагогическом образовании вы обучаетесь 5 лет, изучаете 2 языка. На направлении лингвистика с профилем теории-методика преподавания иностранных языков и культур вы обучаетесь 4 года и изучаете 3 иностранных языка. Вот теперь на чашку весов положите и можете сделать для себя хороший выбор. Где работают наши выпускники по этому профилю? Ну, надо сказать, что в этом году у нас состоялся первый выпуск бакалавров. Мы этому очень рады. Это 75 человек, которые работали над собой, становились, совершенствовались под нашим руководством очень чутким. Поэтому за 4 года мы подготовили хороших специалистов в области языкового образования. Они все уже работают. Кто-то работает в языковых школах, кто-то работает в языковых онлайн-школах, кто-то ведет языковые курсы, кто-то пошел работать в школу, кто-то работает педагогом и так далее. Многие из них уже, причем делают это давно, уже работают. Это профиль предназначен для тех, которые готовы работать учителем в средней школе, как я говорю, в языковых центрах, языковых школах, на языковых курсах и так далее. У нас есть одноименная магистрская программа, я о ней рассказывала в недавнем нашем эфире. Это теория методика преподавания иностранных языков и культур, по окончании которой наши выпускники имеют право работать не только в средних спецучебных заведениях, но и в высших учебных заведениях. И это очень большой бонус. И я повторюсь буквально одним предложением, что очень много наших выпускников остаются в наших рядах, пополняют ряды преподавателей кафедр, различных кафедр нашей высшей школы, работают, становятся нашими коллегами. У нас есть очень много возможностей для наших студентов, поэтому мы, конечно, к этому вопросу еще вернемся, и Татьяна Вячеславовна скажет. Но сейчас я хотела бы особую часть в своем выступлении посвятить тем студентам, старшекурсникам, старшеклассникам, которые явились участниками олимпиадного движения. Это нам очень близкий проект, потому что все олимпиадное движение в Республике Татарстан по иностранным языкам мы замыкаем на нашей высшей школе. Мы сопровождаем сборную Республики Татарстан, мы разрабатываем учебно-методические материалы, мы проводим консультации для преподавателей, и многие олимпиадники становятся нашими студентами-первокурсниками. Сейчас я хочу предоставить слово коллеге, старшему преподавателю кафедры теории и практики перевода, человек, который не первый день в олимпиадном движении, Фрида Финсуровна Шигапова, которая много делает для того, чтобы олимпиадное движение в Республике Татарстан процветало, но в том числе олимпиада, и так называемые перечневые, мы так по-домашнему ее называем, та олимпиада, которую в этом году, в 19-20 учебном году вошла в перечень олимпиад, всероссийских олимпиад школьников, и ее обращение будет именно участником, победителем и призером этих олимпиад. Пожалуйста, Фрида Финсуровна. Спасибо, Диана Руставовна. Я приветствую всех участников, и мне сегодня хотелось бы рассказать о межрегиональной предметной олимпиаде по английскому языку. Туда включены несколько языков, английский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки. В прошлом году эта олимпиада поменяла свой статус, она уже давно проводится в Казанском федеральном университете, но в прошлом году она вошла в перечень, как уже упомянул Диана Руставовна, и мы ее стали называть по-домашнему «Наша КФУшная перечневая». Я думаю, большинство абитуриентов знают, и перечневые олимпиады бывают трех уровней. Наша олимпиада второго уровня, и она дает несколько, скажем, приятных бонусов призерам и победителям. Победители этой олимпиады имеют право поступить на специальности, где первый профиль, где профиль будет английский язык, без вступительных экзаменов. Плюс к этим баллам еще добавляются пять баллов за участие в этой олимпиаде. То есть, в принципе, у них, если у нас три, например, идет предмета, то автоматически у них 305 баллов, и они проходят без вступительных экзаменов. В число победителей входило 8% от всего количества участников. В этом году участников было достаточно много. Мы охватили, можно сказать, всю Россию. У нас есть победители из республики Коми и из других республик, из многих городов России. Призеры также получают достаточно хорошие бонусы. Если они поступают на специальность, например, лингвистика или на другие специальности, где профиль английский язык, первый предмет, в этом случае они получают 100 баллов к ЕГЭ, если они сдали ЕГЭ по английскому языку не ниже 75 баллов. То же самое для победителей, так как перечневые олимпиады нужно подтвердить, и ЕГЭ нужно ниже 75 баллов. Но есть еще и другие, в принципе, бонусы для тех, кто не выбирает специальность лингвистика, но выбирает какую-то другую специальность, но там тоже есть английский. В этом случае им тоже причисляется 100 баллов и плюс еще 3 балла. Поэтому я призываю всех наших абитуриентов, например, на будущий год, участвовать в этой олимпиаде. Мы надеемся сохранить наш статус. И в любом случае олимпиады, я хочу сказать, они на наш взгляд, многие, конечно, критикуют, говорят, что это стрессово для детей. Но я считаю, что участие в олимпиадах, это прежде всего подготовка к ЕГЭ. Если дети участвуют в олимпиадах, ЕГЭ для них уже будет не главным экзаменом в жизни, а лишь очередной проверкой знаний. Они также готовят, я считаю, очень хорошо к будущей жизни, к будущей профессиональной карьере, так как олимпиады учат систематически работать, они учат выполнять задания, учат выполнять задания в отведенное время, учат работать в команде, также учат ответственности. Все эти качества, естественно, для профессиональной карьеры очень важны. И для того, чтобы дети столкнулись не только, например, в 11 классе с олимпиадами, олимпиада межрегиональная в этом случае, мы о ней говорим, она у нас идет с 8 класса. То есть в этом году мы включили 8 класс, 8, 9, 10, 11. То есть у детей есть возможность, кто уже, например, в 9 классе подготовиться к последующим этапам. Ну, наверное, все, если будут вопросы, я буду рада ответить. Спасибо. Это очень важный сегмент нашей профессиональной деятельности олимпиады. И мы рады заметить, что ежегодно к нам поступают олимпиадники, ребята, которых мы уже много лет знаем, которые участвуют в олимпиадном движении по республике. А вы знаете, в нашей республике олимпиады республиканские проводятся, начиная с 4 класса, и мы поддержали эту инициативу Министерства образования и науки. Поэтому несколько лет четвероклассники уже приходят к нам на олимпиады, поэтому они уже растут вместе с нами. Мы уже их видим, мы их ведем, и они становятся нашими абитуриентами. В этом году мы знаем, что тоже несколько человек олимпиадников, успешно прошедших, ставших победителями и призерами, поступают к нам. Что мы готовим для них? Потому что, и не только для них, это была такая новинка 3 года тому назад, сейчас она уже не новинка, это уже превратилось и перешло в ранг традиции. У нас есть так называемые группы повышенной академической нагрузки. Туда мы приглашаем и абитуриентов, и рекомендуем им, тем абитуриентам, которые набрали высокие баллы ЕГЭ. Как правило, это 90+, главным образом по иностранному языку. И мы комплектуем такие группы повышенной академической нагрузки, собираем там студентов, которые набрали хорошие баллы, и у нас для них есть некоторые особенности. Мы привлекаем с первых дней, с первого курса, привлекаем их в наши проекты, во взрослые проекты, если можно так сказать, в которых участвуют наши преподаватели. Ну, во-первых, они с нами проходят и английский лагерь Discover KFU. Они работают там как и педагоги, как и преподаватели. Они с нами в нашем олимпиадном движении. Они вступают с нами в различные переводческие проекты, когда преподаватели, старшекурсники, магистры привлекаются, к нам обращаются переводческие агентства. По каким-то заказам, по каким-то поручениям мы проводим переводческую работу очень большую, поэтому с первого курса мы их сразу же, как говорится, привлекаем. Поэтому и вовлекаем во все наши вот эти начинания. Я вот должна сказать о том, что уже две такие группы повышенной академической нагрузки, причем такие группы есть на каждом профиле, то есть на каждом первом, втором. Вот они уже дошли до третьего курса, эти группы. В этом году мы также планируем, что у нас будет на каждом профиле теория, методика преподавания иностранных языков и культур, и перевод перевода ведения будет как минимум по одной такой группе с нашими высокобальниками. Вообще все, что мы приготовили для наших студентов, то, как наши студенты имеют возможность не только учиться, но и расширять свои горизонты в плане овладения языками, расскажет заместитель декана высшей школы иностранных языков и перевода Татьяна Вячеславовна Морозова. Спасибо, Диана Рустановна. Добрый день, дорогие эпидуриенты. Я возьму у Дианы Рустановны эстафетную палочку и маленько дополню то, что наши студенты, уже зачислены наши студенты, имеют большую возможность проявить себя в качестве волонтеров, потому что к нам обращаются именно на наше отделение, обращаются разного уровня международной организации и государственной организации, которым, конечно же, требуется помощь с иностранными языками. И наши студенты здесь востребованы, поэтому для многих студентов, которые хотят уже себя с самого первого курса пробовать в общественной жизни и в профессиональном росте, наше отделение предлагает очень большие возможности. И вот то, что Диана Рустановна сказала про группы повышенной академической нагрузки, именно они уже с первого курса, например, в прошлом году, смогли очень активно, хорошо зарекомендовать себя на международных форумах. То есть у нас хорошо в данном случае построена волонтерская деятельность, а для студентов это большая возможность и языковые навыки свои показать, и зарекомендовать себя уже с будущими работодателями. Помимо того, что вот такая направленность предлагается нашим студентам, мы, конечно же, не только учимся, наши студенты не только учатся, но активно еще и, скажем, развлекаются. И начинаются у нас такие приятные моменты уже с самого сентября, потому что 30 сентября это Международный день переводчика, конечно, это наш профессиональный праздник, и мы привлекаем все группы, проходят, ну, например, в прошлом году мы выбрали новый формат ярмарка, как ярмарка талантов. Каждая группа показывала, представляла те иностранные языки, которые она изучает. Было просто феерическое мероприятие, все кругом гудело, студенты и знакомились друг с дружкой, потому что это всего лишь был первый месяц их учебы. Мы, как преподаватели, тоже увидели их в деле, увидели их таланты, потому что они и пели, и танцевали, и показывали мастер-классы по карате. То есть было шоу талантов, можно так сказать, и попробовали даже китайский фрукт дуру? Дуриан. Дуриан, дуриан. Да, прошу прощения. Помимо этого праздника у нас проходит, мы проводим еще на умов день фонетический конкурс, приуроченный к этому дню, другие, ну скажем так, познавательного плана мероприятия. Еще я думаю, что Диана Рустановна разрешит сказать про рождественский бал, который проходит в стенах нашей школы, на котором, скажем, рождественский бал, это совершенно не мероприятие для девушек, исключительно, как кто-то может подумать, большое количество парней, причем из разных институтов нашего университета, ну туда просто стекаются, и это тоже просто великолепное шоу, которое мы потом просматриваем очень много, несколько раз эти видео смотрим, нам самим просто очень приятно. Это очень красивое мероприятие, когда все одеты в вечерние наряды, когда девушки в вечерних платьях, молодые люди в вечерних костюмах, и когда танцуются, да, действительно профессионально поставленные танцы. Помимо того, у нас, конечно, много разных мероприятий, но еще хочу рассказать про Шекспириаду, Open Stage. Конечно, я думаю, что можно догадаться, когда мы его проводим, в апреле. И группы первого курса, они показывают небольшие постановки из разных трагедий, комедий Шекспира. Это еще один повод проявить себя, нам увидеть вас и оставить свою лепту, внести свою лепту. Во Всемирный день английского языка. Можно еще говорить о разных мероприятиях, но это вот такие вот наиболее яркие, другие тоже, конечно же, не менее важные. И призываю вступать в ряды активистов нашей высшей школы. Вы будете нашей рукой поддержки. с Дианой Рустамовной будете на короткой ноге, на быстрой связи. И хотим действительно то, чтобы годы, которые мы проведем, ближайшие 4 года вместе, а может быть и 6, чтобы они были для вас запоминающимися, чтобы они были яркими, потому что это студенческие годы. И так что поступайте к нам. Тош, спасибо за такой развернутый ответ. Вернемся немножко к направлению лингвистикам. Сколько стоит обучение и есть ли в этом году бюджетные места? Бюджетных мест у нас 15 на очной форме и 18 на очно-заочной форме. Конечно, стоимость обучения представлена на сайте. Для очной формы обучения это 127 680 рублей. И для очно-заочной формы, если я не ошибаюсь, 65 040 рублей. Если говорить про бакалавриат, про магистратуру, мы, наверное, сейчас говорить не будем все-таки. Какой минимальный проходной балл на направление лингвистика? Это пока никто не знает. Нам часто задают по телефону этот вопрос. Это, уважаемые абитуриенты, от вас зависит, какие баллы вы к нам принесете. Когда вы подпишите и напишите заявление о согласии на зачисление, когда будет понятно, какой балл высвечивается. Пока вы можете это наблюдать со стороны, как посторонний человек зайти на сайт и посмотреть, сколько человек претендует на бюджетную форму обучения, если говорить про бюджет. Если говорить про договорную основу, то здесь минимальный балл 150. Где проходят практику лингвисты? Я уже говорила о том, что практику мы проводим. И, во-первых, учебная практика у нас проходит на кафедрах. У нас две кафедры, которые работают со студентами направления лингвистика. Это кафедры европейских языков и культур, которую также я возглавляю, и кафедры теории и практики перевода. Вот эти две кафедры, которые работают со студентами. Практика проводится и при кафедрах, и в переводческих бюро, в переводческих компаниях, на предприятиях, в государственных структурах. Лучших наших студентов приглашают для прохождения практики в государственные структуры, в том числе в аппарат президента Республики Татарстан. Есть ли международные стажировки или обмены? Да, конечно, есть международные стажировки, я тоже о них сказала. И вся информация вывешена на сайте Департамента внешних связей. Там можно будет посмотреть в сентябре или в октябре обновиться вот этот список предложений. Много иностранных абитуриентов спрашивают, какие для них будут вступительные испытания для иностранцев. Для иностранцев у нас уже проходит, и уже завтра, получается, вторая или какая там третья волна. Третья волна, они сдают русский язык и иностранный язык. Чем занимаются студенты, кроме учебы? Вот только что сказали. Да, только что ответили на этот вопрос. Что ж, а что вы можете посоветовать тем людям, которые планируют стать абитуриентами вашей высшей школы и поступить к вам? Ну, есть среди наших сегодняшних абитуриентов и те, которые уже давно приняли для себя это решение. Мы знаем, что еще в прошлом году студенты приходили, не студенты, а старшеклассники, десятиклассники приходили уже два года тому назад. То есть они уже давно решили стать студентами направления лингвистика. И очень приятно и отрадно, что они не поменяли своего решения и сейчас становятся абитуриентами и студентами. С сегодняшнего дня, уважаемые абитуриенты, мы начали обзвон ваш на предмет языковых комбинаций. Я хочу тоже сразу оговорить, что мы задаем вам вопрос о предпочтительной языковой комбинации. Могу сразу оговориться, говорю всегда честно и прямо, спросите любого. Мы максимально пытаемся удовлетворить ваши пожелания, но если такого не происходит, и на ту или иную комбинацию происходит конкурс среди абитуриентов, вы понимаете, что конкурс есть конкурс, и если ограниченное количество мест на какую-то языковую комбинацию, ну, надо быть готовым, что мы там предложим тем абитуриентам, у которых балл ЕГЭ выше. То есть я прошу отнестись к этому с полным пониманием. Сегодня у нас были первые звонки, и мы уже составляем списки языковых групп, потому что, ну, сами понимаете, это связано и с нагрузкой преподавателей, и чтобы нам тоже знать, какие языковые группы у нас будут формироваться. Наверное, для будущих абитуриентов, абитуриентов будущих лет, наверное, можно рекомендовать. Может быть, нас сейчас не смотрят наши потенциальные, будущегодные школьники, но среди тех, которые сейчас нас смотрят, наверное, у вас есть и друзья, родственники, которые пока еще являются школьниками. То есть мы можем однозначно рекомендовать участвовать, в первую очередь, в перечневой олимпиаде КФУ. В лингвофоруме наш. Еще раз, да, вот то, что Фрида Финсуровна рассказывала, начиная с 8 класса можете участвовать. Также у нас наш внутренний республиканский, уже в этом году 9-й, республиканский лингвистический форум, который проходит всегда в конце февраля. Последняя пятница февраля, как обычно. Да, это можно информацию посмотреть на сайте нашей высшей школы, КФУ. Называется Lingva Forum, объединяя языки и культуры. Наш внутренний такой конкурс. Ну и если вы житель Татарстана, то, конечно, стремитесь принимать участие в Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку, начиная со школьного уровня. То есть сначала все проходит у вас в школе. Стремитесь повышать уровень английского языка для того, чтобы перейти со школьного этапа на городской этап, а дальше уже региональный этап, ну и дальше уже это финал. То, что в этом году помогло очень многим участникам финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Есть вопросы? Что ж, спасибо вам за ваши ответы. У нас подходит время закругляться. Еще раз напоминаю, в эфире был инсталайв с Высшей школой иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета. На все вопросы отвечали старший преподаватель кафедры теории и практики перевода Шигапова Фарида Финсуровна, Декан Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна и заместитель декана Высшей школы иностранных языков и перевода Морозова Татьяна Вячеславовна. На этом у меня все. Спасибо, что оставались с нами. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok